итак классический способ провязывания петель это способ которым пользуюсь я я беру подвожу спицу под ту дужку которая ближе ко мне ввожу ее оборачиваю нить вокруг спицы и протягиваю и так ничего тут естественно друзья мои сложного нет ввела спицу под первую дужку обернула нить протянула и еще раз раз два три вот так это выглядит то касается изнанки то видите у меня петля расположена иначе то есть у меня ближе ко мне стенка как раз задние а вот передняя дальше но мне нужно именно это дальняя стенка я ввожу петлю в нее опять же оборачиваю нить вокруг спицы и снимаю еще раз я ввожу спицу за ту стенку которая дальше от меня оборачиваю петлю снимаю еще раз вот наши стеночки все дальше вяжу там до конца ряда переходим к бабушкины петлям в этом случае у нас с вами обратите внимание петелька повернута иначе передняя стенка у нас дальше а задняя ближе но не только в этом дело мы захватываем пряжу иначе то есть я подвожу ввожу естественно в дужку свою спицу и если никаких в общем движение у меня лишних нет у меня нить идет вниз я захватываю снизу рабочую нить и переношу еще раз ввела вот сюда в дужку снизу ниточку захватим подняла подняла еще раз захватила подняла часто возникает рядность видите почему она возникает потому что у нас видите большая часть дужки не работает я захватываю понимаете часто меньше по объему нити чем у меня есть и мне приходится немножечко подтягивать но я очень долго вижу я автоматически это делаю но если вы начинающий вязальщик то может случиться что у вас будет рядность при таком вязание то есть какие-то естественно чаще всего изнаночные нити будут длиннее дужки вот такие полосочки будут по изнанке и так в изнанке у нас с вами повернуты петли также но вот видите о чем я говорю вот она рядность видите то есть расстояние по длиннее получается в некоторых рядах особенно в изнаночных потому что опять же мы захватываем с вами нить нет одинакового объема и длины и так вот моя изнаночная и опять же у меня рабочая нить под петлей под петлю я ее вот так провязываю опять же под петлю опустила и снова протянула ввела под петлю и так до конца ряда вы видите у меня получается вот стеночка коротенькая близкая ко мне и я вот здесь провела опустила и вот получается что вот эта часть длиннее чем нужно поэтому бывает рядность потому что когда мы с вами вяжем классическими мы обхватываем нить то есть у нас объем и петли и обхваченные нити одинаков здесь если вы не умеете сами регулировать натяжение могут быть вот такие ненужные и некрасивые протяжки давайте посмотрим что у нас вышло и так вот это образец связан классическими этот бабушкиными смотрите даже при условии что я умею контролировать натяжение нити кое где у меня случается рядность то есть вот петли одного ряда длиннее чем следующего я объясняла почему так потому что мы не обхватываем нить рабочую а просто цепляем их если можно так выразиться то есть объем рабочие нити меньше чем объем захватываем в то время как классические петли выглядят ровными рядности здесь нет все достаточно аккуратно какой способ выбрать друзья мои вам решать возможно вы прекрасно вяжете бабушкины есть конечно же технические задачи которые требуют бабушкиного способа поэтому я вам скажу следующее нет правильных и неправильных способов провязывания нити есть те которые подходят вам для решения конкретной технической задачи а также те которые вам более удобны